Ни одного этапа без тюменской медали. Пока именно под таким девизом проходит Кубок Мира по лыжным гонкам. Интересно, что в составе сборной России нет какого-то одного сибиряка, рвущего всех на части. На пьедестале отметились уже четверо представителей нашего региона. В швейцарском Давосе первое в карьере личное золото выиграл Евгений Белов. Он один из тех спортсменов, за кого хочется порадоваться особенно. Сейчас Белову 28 лет. И последние два года, в период расцвета, когда молодость переходит в зрелость и накладывается на опыт, Евгению буквально сорвали. Его за компанию включили в список подозреваемых по докладу Макларена и отстранили от стартов. При этом тюменец не сдался, держал форму и в этот сезон ворвался с огромным желанием. В Давосе в разделке на 15 километров Белов начал спокойно и на первых отсечках число лидеров не входил. Но резко добавил в концовки. Уже готовившись отпраздновать победу, француз Марис Манифика был вынужден остаться вторым. А еще один тюменец Денис Спецов едва не увел бронзу у Мартина Сунбю из Норвегии. Не хватило буквально пары-тройки секунд. Когда есть конкуренция, тогда и рождается результат. Будем надеяться на то, что он будет только расти. Тем более все ребята и девчата молодые. И все у них впереди. Самое главное, чтобы не было звездной болезни, а все остальное у них получится. В этой гонке состоялось возвращение титулованного югорчанина Сергея Устюгова, пропустившего старт сезона из-за травмы пальца руки. На дистанции 15 километров он занял 25 место. На четыре позиции его опередил еще один тюменец Иван Якимышкин. Этому молодому спортсмену, очевидно, по силам совсем скоро стать пятым тюменцем, кто возьмет медаль Кубка Мира в этом сезоне. Нужно лишь чуть поверить в себя. Я думаю, что он очень сильно нервничает, потому что команда очень сильная. В стартовых местах на этапах по шесть человек, и надо в эту шестерку попадать. И вот эти ожидания, что мало ли не попадешь, кого-нибудь другого поставят, я думаю, вот это решающую роль играет в его некоторых неудачах. Лидер Кубка Мира тюменец Александр Большунов гонку пропустил. Плюс не пробился дальше четверть финала в спринте свободным стилем, где победил его заклятый друг Йоханнес Клебо из Норвегии. Отметим и шестое место тюменца Глеба Ретивых, прорвавшегося в финал. В итоге Большунов сохранил лидерство в тотале, но плотность в общем зачете стала серьезной. А битва за Кубок Планеты обещает быть отчаянной. В этом и заключается спорт. Еще пока неизвестно. Или Клебо, или Большунов. Сейчас Устюгов выйдет после травмы. То есть есть ребята, которые могут бороться именно за тотал, и это радует. У нас на протяжении многих лет, вот Легков только у нас последний раз боролся за общий тотал, а сейчас есть эта возможность. Сейчас Кубок Мира берет паузу, чтобы продолжиться в новогодние праздники многодневкой тур-дески. Традиционно много решающих в плане победителя общего зачета. Субтитры создавал DimaTorzok